Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале Верность ТВ. И сегодня я по многочисленным просьбам наших подписчиков все-таки хочу хоть немножко уделить время собакам и рассказать о легендарных собаках. Я именно хочу подчеркнуть это слово легендарные собаки, потому что они действительно легендарные. Вот эти собаки, группа собак, с которыми 10 лет проработал попрошайкой на улицах, на площади нашего города. Место нельзя, монти-место, я про тебя рассказываю. Я хочу рассказать историю о них, и мне действительно за 10 лет есть что о них рассказать. Эти собаки заслужили, чтобы о них было сказано. Ну, наверное, начну с того, как она появилась у нас. Зовут ее Монти. Однажды в приют позвонили. И на ломаном русском, на таком конкретно ломаном русском, французско-русский был язык. Спрашивают, занимаемся ли мы собаками? Да, 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 мы занимаемся. Он говорит, слушайте, я, говорит, пошел мусор выносить на лещеную площадку. Двери не закрыл. Прихожу, а у меня дома, говорит, на диване собака лежит. Я говорю, ну, привозите. А этот на ломаном русском, говорит, она такая большая, что я ее боюсь. А мне некогда было. Я говорю, ну, тогда я ничем не могу вам помочь. Найдите кого-нибудь, кто ее не боится. Привозите. Я говорю, я сам не могу приехать. И он нашел какую-то девчонку. Вот. И они с девушкой привезли к нам эту собаку. Ну, я ее когда увидел, она мне сразу понравилась. Ну, мы пообщались. Как оказалось, какая-то французская фирма в Смоленске, когда приезжает в Смоленск, они снимают жилье для их работника из Франции. И он здесь занимается чем-то, короче. Может, шпионит, может, что, я не знаю. Шучу, конечно. В общем, смысл какой. Вот. И он снимал так квартиру к нему пополам. Монти. Воспользовался, короче, моментом. Вот. Ну, когда, в общем, мы ее приняли, француз этот уезжал, он говорит, пожалуйста, называйте ее Монти. Мне это имя понравилось. Ну, Монти, Монти, она идет, Монти. Ну, мы ее еще называем Тюша, Мантюша. Ну, официально она Монти. Вот. И вот, короче говоря, так она у нас в приюте осталась. Потом мы познакомились с ее, ну, как говорится, родственниками. Это мы в прямом смысле, если мы, ну, я не знаю, как по-другому назвать еще людей. Если я считаю свою собаку членом своей семьи, то кто я ей? Родственник. Ну, вот. Ну, встретили их родственников. А как дело получилось? Мы, как всегда, шли на Колхозную площадь, пешком по тротуару. Монти справа, ее сестра Веста тоже справа, остальные слева. По четыре слева, одна в рюкзаке и одна сзади. Это мои глаза. Гафечка, про нее потом когда-нибудь расскажу. Ну, и суть в чем? Короче говоря, идем мы на Колхозку, переходим пешеходный переход, а тут у людей машина сломалась, и они как раз остановились на дороге. А это оказались бывшие ее хозяева, потому что, как его сказать, уши купировали, а хвосты нет. Они ее узнали. Они ее когда-то еще молодой, там, где-то месяца восемь, подарили своим друзьям. Те друзья подарили еще кому-то, и так она перекочевала, и концов краев не нашли. Короче, собака оказалась на улице. Ну, люди там порядочные, на самом деле. Они как очень переживали. Мы сейчас до сих пор общаемся, дружим, и все за нее, и за сестру переживают. Вот, и на вот этой Колхозке как-то был случай интересный. Мне на Колхозке приходилось собак приучать, чтобы они далеко не отходили. И Монти еще была молодая, полно силы она не была, как сейчас такая коробочка. Она была спортивного типа собакой. Вот в полный рост стою, вот так вот, хлоп, барьер. И Монти у меня на груди сидит, такой трюк у нее тоже был. Сейчас, конечно, если она на меня прыгнет, я, наверное, сяду. Но суть в чем заключается. А в это время строители ремонтировали здание. Ну, стену берили, красили и тому подобное. И во всю высоту здания, там четырехэтажка, к стене леса прикрутили. Это слава богу, что эти леса были прибиты к стене здания. Ну, там, дюбелями, короче, на какие-то скобы приделали его. Почему? Монти еще было не обучено находиться все время на одном месте. И когда мимо проходила бродячая собака, она среагировала. И мощнейший, ну, не знаю, капроновый такой шнур, когда она дергала, дернула, ошейник выдержала. Шнур этот нет. А шнур был привязан как раз вот за эти леса, которые в небо смотрели. Ну, до самой крыши этого дома. На лесах в тот день строители находились. Короче говоря, от этого рывка, когда она рванула, хлобы за этот шнурок рвется. И леса вот эти вот как волна сыграли. Там все, кто за что мог позацепиться, зацепился за эти леса. Ну, я, короче, Монти отозвал, забрал ее. Ко мне подходит какой-то там бригадир или начальник, кто он там этой стройки говорит. Слушай, уважаемый, говорит. Ты, пожалуйста, больше не привязывай собаку за леса. Это то у меня ребята, говорит, поперепугались. А потом, что еще хочу рассказать. Прошло несколько лет, был такой случай еще, и судьба нас свела с этим французом. Хотя француз, ну, когда уезжал, он говорит, я обязательно к вам буду приезжать. Так, мол, так, мол, обязательно встретимся. Но так никогда я не приехал. Может быть, он сейчас увидит меня, может быть, услышит и опять порадуется. Ну, потому что судьба их уже сводила однажды. Может быть, он сейчас когда-то увидит эту передачу и посмотрит, как поживает его Монти. Вот. Я свое обещание выполнил. Я ее так и зову Монти. Мало того, ее все так называют. Вот. Ну, короче говоря, нужно мне было по делу как-то ночью-зимой пойти в один район, да. Ну, и я для охраны взял с собой Монти. Она такая четкая у нас внушительных размеров. Ну, такая серьезная собака. Вот. Иду я, метель такая метет, снег. Аж смотреть мешает. В глазе колет, грубо говоря. Я иду, слышу сзади меня кто-то кричит. Монти, Монти, Монти. Я такой оборачиваю, смотрю, мужик какой-то в окно машины орет. Монти, Монти. Они подъезжают к нам. Я смотрю, ну, человек улыбается, радуется. Он говорит, это Монти? Скажите, это Монти? Я говорю, Монти. Это я, говорит, вам ее тогда в приют привез. Короче, этот француз уезжал со Смоленска спустя два года. После того, как мы... Ну, может, больше времени прошло. Сейчас врать не хочу. Ну, короче говоря, он уезжал опять из Смоленска. Он говорит, я цыгель-цыгель опаздываю и тому подобное. Мне срочно надо уезжать. Ну, я так рад. Я обязательно к вам приеду. Но опять у него, видно, не получается заехать к нам. Так, мол, вот так, мол. Ну, суть в чем. И вот так вот их свела судьба опять. Таким образом. То есть, спустя несколько лет он, уезжая из Смоленска, я в это время переходил в этом месте дорогу. Ушел. Ну, так вот судьба у нас сложилась. А однажды, помню, случай тоже был. Очень такой интересный. Вот если обратить внимание на один из ногтей Монти, вот этот вот, да. О, он у нее никогда не сгибается, козырный. То есть, она все время вот так вот палец держит. Это... Потому что однажды она меня очень сильно напугала. Мы как-то пошли в парк. Ну, а там после пьянок, гулянок, всякая ерунда, стекляшки, грязь, мусор вот этот остается. И Монти пропорола себе лапу. Почему? В основном режут лапы об стекло собаке крупных размеров. Потому что лег... Ну, с небольшим весом собака пронесется по этой стекляшке, ей ничего не будет. То есть, они обычно лапы не режут. А вот породы крупных собак, да, то есть, она наступила, рассекла этим весом. И вот попала она здорово. И кровище было море. Остановить кровь я никак не мог. Перетягивал поводком, ничего не помогало. Вот я тогда... Что я сделал? Ну, со мной куча собак еще. Я упросил дядьку. В общем, мальчика оставил с собаками, он их отвел домой. Я с Монти вышел на дорогу, начал останавливать машины. Шла грузовая машина. Газель или Валда, или Соболь, что-то такое. Грузовушка с будкой. Я мужика остановил, говорю, слушай, выручи, пожалуйста. Говорит, отвези ты на больницу. Собака, говорю, кровью истекает. Она сдохнет сейчас. Крови очень много потеряла. А у мужика чисто в машине. Я ему говорю, слушай, я тебе потом... Хочешь, полы поменяю? Хочешь, перекрашу? Что хочешь сделать? Только отвези до больнички. Мужик нас отвез на Киселевку, 9-й вал. Там ветклиника тогда была. Сейчас я не знаю, есть она там или нет. И вот там вот мы попытались ее заштопать. Ну, в общем, кровь остановили, слава богу. И вот так Монтия осталась живая. Потому что очень крупный сосуд перерезал кровищей. Просто с нее хлестало. Невозможно было остановить. Да, Монтия? А еще расскажу случай один. Ну, это... В принципе, как бы, был такой случай. Пошли мы как-то на Солдатское озеро. Нет, этот случай лучше я не буду рассказывать. А то мужикам неудобно будет. Хорошая девочка. Ну, что еще хочу рассказать. Ну, Монти на колхозке показывала очень интересные трюки. То есть, она... Я ей говорил, Монти, скажи голос, как маленькая собачка. И она вот так вот делала. Монти, повиляй хвостиком. И она начинала вилять хвостиком. Вот так вот. А по кругу повиляй. И она начинала по кругу вилять хвостом. Я ей говорил, покажи, как мальчики писают. Она подходит и лапу заднюю задирает. Покажи пусечка. Барьеры через собаку она прыгала. Ну, на меня барьер прыгал, на грудь выскакивал. А все остальное время Монти лежала в тенечке. Ну, и ждала своего выхода, когда я позову ее на арену. Эта собака отработала 10 лет на колхозке. Ей сейчас 10 лет. Ну, может, больше чуть-чуть. Наверное, больше. Потому что я так не помню. Ну, ей, наверное... Она молодая к нам попала. Может, года полтора от силы ей было. Ну, лет где-то 11-12, наверное, не знаю. Но выглядит она хорошо. Единственное, что поправилась. И вот до сих пор со мной. Еще я за нее передам привет бабушке, которая ее прекрасно знает. Ее сестру. Ее очень переживает. Она всегда за нее интересуется, как у них дела. Всем привет. Ну, что я еще могу рассказать о Монти? Монти хорошая собака. Как сказал один тургмен, хороший алабай. Это рабочий алабай. Ну, Монти, она, скажем так, не алабай, но в крови у нее алабай и есть. Это точно. Ну, как она... Мы ее называем балабай. Балабай. Балабайка наша. Ну, вот... На этом я сейчас пока хочу закончить. Потому что больше мне, в принципе, рассказать такого супер-пуперского про нее нечего. Она... Ну, в принципе, то, что она работала на колхозке. Вот такие пару интересных случаев. Все остальное... Хочу сказать, что она... Сотрудник приюта, работник приюта. Можно четко сказать, из легендарной команды. Легендарная команда лохматой верности. Да, Монти? Монти молодец. Монти, покажи, как мальчики писают. Ну-ка, покажи. Монти. Монти. Вставай. Покажи, как мальчики писают. Ну-ка, покажи. Как мальчики писают. Покажи. Давай, покажи. Как мальчики писают. Покажи. Покажи, как мальчики писают. Нет? Ну, ладно. Дым ей мешает. Ну, все, спряталась. Все, хорошая моя девочка. Умница. А голос, как маленькая собачка. Ну, все, 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 все. Моя зайка хорошая. Все. Ладно. На этом прощаемся. Потому что, Монти, жарко тут сидеть. Хоть костер не сильный, но... Дым она чувствует. И мучить я ее больше не буду. Да, Монь? Монь? Давай поцелуемся. Нет? Это моя собака умная. Моя хорошая моя собака. Вот. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. На Верность ТВ. На второй канал. Наши волки в лес не смотрят. Ставьте лайки. Ролики будут продолжаться. Никогда конца этому не будет. То есть, несмотря на все какие-то передряги там на Ютьюбе. То, что подписчиков мало идет. Мы все равно очень благодарны, что вы с нами помогаете нам. И мы по возможности, конечно, будем стараться чаще эти ролики снимать. Ну, не всегда есть время. Работы в приюте много. Все. Всем пока. До новых встреч. Да? Боня. Боня. Что это больше обрабатывает?